Иван Майоров возвращался домой со школы. Чтобы сократить дорогу, школьник пошел через железную дорогу. Он часто пользовался этим маршрутом, но на этот раз заметил, что недалеко от железнодорожных путей появилась картонная коробка. Иван решил проверить, что находится в коробке. Внутри он увидел собаку, которая свернулась клубком и не шевелилась. Мальчику показалось, что собака не дышит. Но посмотрев внимательнее, он заметил, что животное еще живо. Иван не знал, чья это собака, что с ней случилось, и как она оказалась у железной дороги, но понял, что ей нужна помощь. Иван позвонил в ближайшую ветлечебницу. Врачи согласились осмотреть собаку, но клиника находилась в 5 километра, других ветеринаров поблизости просто не было. Мальчик взял собаку на руки и пошел в клинику. Я сразу подумал, что она мертва, а потом присмотрелся, а она дрожит. И я к врачу ее понес. По дороге несколько раз останавливался. Идти было 5 километра, а собака оказалась тяжелой. Так о случившемся рассказывает сам Иван. Парень нес собаку, которую после назовут феней. В пути животное не пришло в себя. Позже врачи сказали, что она была в коме. Осмотрев собаку, ветеринары отправили ее в реанимацию в другой медицинский центр, поскольку возможностей помочь у них не было. Чтобы собака попала к специалистам, Иван сам оплатил ее транспортировку. То, что феня перенесла дорогу, оказалось настоящим чудом. У животного нашли десятки серьезных травм, которые говорили о том, что ее сильно узбувало. Первые два дня врачи боролись за жизнь собаке, стремясь стабилизировать ее состояние. Настойчивость людей оказалась не напрасной. Через два дня феня не только пришла в себя, но и смогла сама поесть и попить. Когда угроза жизни миновала, семья Ивана забрала феню в свой дом, где она проходит реабилитацию, окруженная заботой и любовью. По словам невролога, восстановление будет длительным, исходным, а часть рефлексов феня утратила навсегда.